В холле отделения переливания крови Дмитровской городской больницы многолюдно. День донора, организованный Дмитровским благочинением совместно с Московской областной станцией переливания крови, побудил многих утро понедельника посвятить столь благородному делу. Практика сдачи крови нашими приходами, духовенством, она насчитывает уже не одно десятилетие. И последние 15 лет эту акцию проводит Московская епархия, которая распределяет и призывает всех прихожан и духовенства участвовать в сдаче крови детям, которые болеют онкологическими заболеваниями. Я очень рад, что у нас участвуют и священники, и прихожане, и те, которые неравнодушны к этой проблеме, к этой важной проблеме, потому что мы, христиане, должны не только говорить слова, но и делать дела любви и помощи ближнему человеку. По интернету информация о дате и времени проведения Дня донора разлетелась быстро. Во многом благодаря соцсетям в этот раз среди доноров были преимущественно представители молодого поколения. Увидел в Инстаграме, ни разу не сдавал кровь вообще. Кому-то поможет это, у кого-то, тем более, если редкая кровь. Читал как раз в Инстаграме, что там для людей больных раком, для беременных. С 9 утра до 12 дня каждый желающий мог прийти в отделение переливания крови, заполнить необходимые документы, провести беседу с врачом, сдать экспресс-анализ крови и при допуске стать донором. Любовь Швайцер – будущий медик. Сдавать кровь пришла в первый раз. Особо не волновалась, понимая, какое важное дело совершает. Я считаю, что сдавать кровь нужно, потому что это очень важно для тех людей, кому это необходимо и жизненно важно. И я пришла сюда в первый раз и хочу в последующем неоднократно ходить сдавать кровь. День донора проходит несколько раз в году, но сдать кровь можно в любой день согласно графику работы отделения переливания крови. В понедельник, вторник и среду мы проводим забор крови, плановый забор крови. Прийти может любой желающий гражданин, который достиг возраста 18 лет, который на законных основаниях проживает в Российской Федерации в течение года. Какие требования? Требования – это чтобы донор был более-менее здоров. То есть, чтобы у него не было каких-то серьезных хронических заболеваний, по поводу которых он наблюдается у узких специалистов. Ну, а остальное мы объясним при явке донора к нам в отделении переливания крови. Безусловно, нам необходима донорская кровь. Это говорят цифры сами за себя, какие у нас потребления донорской крови. Почему она нужна? Потому что еще нет таких заменителей крови, нет такого препарата заводского выпуска, который мог бы заменить как-то нашу донорскую кровь. За время проведения акции 33 человека захотели стать донором. 21 был допущен ко взятию крови. По 450 миллилитров сдал каждый донор. Много это или мало? По словам медиков, этого вполне достаточно, чтобы спасти чью-то жизнь. И такая возможность есть у каждого из нас.